Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Доброе утро, спасибо, что пришли Ну и конечно, будем говорить сегодня практически весь час об Олимпиаде, которая стартует у нас, ну, как 9 февраля, аж, да, открытие? Соревнования начинаются в 8-го На день раньше, да? Да, на день раньше Начинают там фигуристы соревноваться, прыгуны с трамплина и так далее Но медали будут первые разыграны уже после церемонии открытия, то есть начиная с 10-го числа Я прошу прощения, вот может быть задам глупый вопрос, а почему сначала начинается соревнование, а потом церемония открытия? Мы этот вопрос сегодня долго обсуждали и не смогли найти на него ответ Дело в том, что программа очень насыщенная и стараются растянуть, там есть квалификационные соревнования, многие там, просто вбить все в жесткую программу То есть церемония открытия проходит в пятницу, это считается день хороший для телевидения и так далее, то есть если поставить ее на четверг, то может рейтинги будут ниже Мне просто, вот мне кажется, как-то обычный человек рассуждает, мы об этом тоже сегодня, кстати, говорили, ну так и начните в пятницу, сделайте открытие и начните, а на день позже потом закончите Там уже не важно, какой день будет Нет, тоже важно, там закрытие, должна быть церемония в воскресенье, это тоже хороший день для телевидения А если сдвинуть ее на понедельник, то тоже рейтинги будут ниже Вот, Олег, вы развили наши сомнения, теперь мы знаем об этом все Телевидение, телевидение, вот у меня есть такой момент, что я очень переживаю за наших спортсменов, действительно опасаются, что помимо того, что нас там не допустили, когда пойдет колонна наших спортсменов, могут освистать Есть, я не знаю, какой-то механизм защиты, может быть, если кто-то, те, кто будут освистывать, чтобы их удалили, оштрафовали, или за нас никто не вступится Ну, как такового цвета, никакой церемонии нету, значит, никакого способа защитить То есть, традиционно освистывают всех людей, которые связаны с допингом То есть, была такая история с некоторыми американцами, которые выступали на Олимпиаде в Рио с допинговой историей Что с этим можно сделать, я не знаю, если только забраться и в ответ стукнуть этого человека Ну, тогда нас разом дисквалифицируют вообще Мне кажется, Лера, это вопрос не к Олегу, а к тем людям, которые там будут сидеть, не дай бог вот этим заниматься Нет, ну, если просто человек глубоко действительно изучает этот вопрос, он знает, что половину из наших уже оправдали, но это никому не помогло То есть, ну, насколько логично наших освистывать за допинг, вот, я не думаю Слушайте, хотел спросить, вот, это тоже олимпийская тема, на самом деле, наши спортсмены, которых дисквалифицировали Ну, проще говоря, Ан, он вообще сейчас, на данный момент знает, за что он получил-то? Не знаю Ему объяснили вообще, нет? Ни он, ни Международной Федерации до сих пор в невидении остаются То есть, ему объявили 17 пунктов, по одному из которых его могли наказать По одному из 17 и могли еще, гипотетически А может быть и нет? Нет, нет, точно, по одному из 17 Но по какому конкретно, никто не знает, в том числе Саман и так далее, то есть, можно только предположить Закончили вот на наших спортсменов, в частности, у Ани я спрашивал, да, знает ли он, вы сказали, что 17 пунктов по одному только он проходит Ну, может быть и не по одному, но как минимум по одному Ну, пока, да, во всяком случае А вообще, ну, мы договорились, честно говоря, в юридические вот эти дебри не лезть Потому что там вот, ну, даже для профессионалов, насколько я понимаю, там вообще все очень непросто Тем не менее, все-таки для этого есть оба... Можно вообще так с человеком поступить? Не сказать за что На государственно-мировом уровне, да, вот так взять Ну, как выясняется, можно То есть, МОК воспринимает Олимпиаду как свое частное дело Как вот вечеринку, на которую они пригласили своих друзей И если не нравится, там, лицо, там, или как там пахнет этот человек, или что-то еще Цвет глаз, они могут отказать и все То есть, и не считают необходимым объяснять В принципе, многие спортсмены в недоумении, в том числе иностранцы То есть, вот так просто человеку, который, там, 20 лет в спорте Можно сказать, типа, до свидания Ну, вот, оказывается, можно так делать Такая вообще, своеобразная манера общения получается Слушайте, ну, вот по поводу этой частной вечеринки Сейчас же некоторых спортсменов оправдал САС, да? А МОК не признает этого Как такое может быть? Не, ну, надо понимать, что Президент МОК Бах заявил о том, что Оправдание это не повод для снятия санкций Ну, то есть, их не пустили не потому, что Они дисквалифицированы, а потому, что вот эти 17 пунктов Вот, то есть, теперь они будут оспаривать еще и эти 17 пунктов В общем, там очень долгая и муторная процедура И въехать в это сложно Надо просто понимать, что нас там не хотят видеть Ну, это понятно, Олег Ну, опять же, не будем далеко, вернее, глубоко копать, да? Потому что, на самом деле, все это сложно Но, опять же, для обычного человека Просто так вот за наших слушателей и зрителей Додумбую же, да? Значит, человек виноват Потом вдруг выясняется, что его оправдали Оправдали, без варианта Просто оправдали, значит, он не виновен Ну И после этого должно случиться все то, что с ним должно было произойти, да? Ну И что, должен поехать на Олимпиаду Офигушки Вот Ему говорят, что ты не виновен, но вот у нас еще есть 17 пунктов Ну, ты нам не нравишься Вот так вот Слушайте, ну, а в любом случае, вот оправдание САС Оно же там изменило расстановку, да? Нам же медали вернули? Пока официально не вернули МОК сказал, что хочет получить обоснование суда И только после этого будет принимать решение То есть, может быть, еще скажет, что нас не устраивает решение суда А можно так, да? Ну, по идее, нельзя У них можно, у них можно Ну, да, если очень хочется, то можно Слушай, давайте об этом тоже поговорим Сколько потрясающих тем вообще накануне Олимпиады Ну, самое главное, это все на грани абсурда какого-то обсуждается То есть, вообще, так нельзя, но так происходит Друзья, оставайтесь здесь, пожалуйста, напомним На телерадиоканале «Страна.ФМ» прямо сейчас продолжается «Стране о спорте» Вот я подумала, песня-то про наш случай Все только начинается Мы уже ждем, когда это все закончится А все только начинается, начинается и начинается И совершенно непонятно, в какую сторону это все будет расходиться Правильно я говорю? Да, друзья, напомним, у нас в гостях шеф отдела спорта Издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманаев Олег, мы остановились на медалях, которые нам Ну, вот, как выяснилось, теперь вроде бы вернули А вроде бы еще они до нас физически не дошли, я так понимаю, да? Ну, физически их и не отобрали, да? То есть, надо понимать, что мы их не отдавали Не физически, я имел в виду, ну, юридически, законно, да? Ну да, по идее пересмотрели результаты, теперь этот пересмотр отменен Предполагалось же, чтобы на Олимпиаде вот в Корее сейчас будет церемония награждения тех людей, которым перешли наши медали Вот, вот теперь этой церемонии точно не будет, но и нам не вернули формально То есть, когда вернут, обещают в конце февраля будут только подробности решения суда в Лозане И только после этого МОК, может быть, что-то скажет Ну, это уже, соответственно, после Олимпиады в Пенчакане, да? Что как-то, мне кажется, не очень правильно, на самом деле Да, тут все неправильно Ну, логически, да, если начать следующую, перед тем, как начать следующую Олимпиаду Надо как-то с прошлой разобраться, да, уже в конце концов Кто победил, кто нет, чьи медали, есть ли они вообще? Не, ну, надо понимать, что, в принципе, и медали стали для МОК частной вечеринкой, да? Кому хочешь, тому и вешаю медали А к спортивным результатам это не имеет никакого отношения уже Ну, тем не менее, было принято решение все-таки, что мы едем на Олимпиаду Как вы думаете, вот сейчас у сборной какой настрой? То есть они там как-то морально подготовлены к всему этому? Может, они назло всем врагам как покажут результаты? Не, ну, насколько я знаю, многих спортсменов, тренеры и руководителей федерации Специально абстрагировали от этой всей истории То есть говорили им, что ребята, тренируйтесь, ни о чем не думайте Некая температура прилетела после этого, да? Они не думали, не думали, а потом им приходит письмо, что ты не едешь на Олимпиаду Но тем, кому повезло, кто все-таки едет Они полноценно готовились Разозлились ли они от этой ситуации, мы увидим Но, в принципе, это, да, это какой-то дополнительный стимул Доказать, что мы можем выигрывать и в такой ситуации тяжелой А существуют ли какие-то ограничения для наших болельщиков? Ну, помимо того, что нельзя цветов российских флаг Нельзя проносить на трибуны, нельзя в одежде все это носить Ну, формально никаких ограничений нет По идее запрещены только акции Ну, то есть какие-то флешмобы там на трибунах Если там растянут какой-нибудь огромный баннер России, да, то могут быть проблемы Хотя вот сегодня утром сказали, что, в принципе, если будут какие-то выходки там со стороны наших болельщиков То отвечать за них будет Россия Ну, как вот, когда на футболе дерутся, фанаты футбольные, да, отвечают Так это любая провокация, может быть Отвечают за это футбольный клуб, да, часто бывает так, специально устраивают То есть, в принципе, да, если они там что-то устроят под видом России, то нам снова пролетит Там же есть, как бы, такая морковка, которая перед нами висит в виде похода на церемонию закрытия под российским флагом Да, 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 да Ну, вот если мы будем себя плохо вести, то нас этого лишат То и этого не будет тоже Нас этого лишат, да Ну, перспективы так себе, конечно Самое главное, чтобы мы себя хорошо ведем Да, да, друзья, скоро продолжим Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Стране о спорте, друзья, на Стране ФМ прямо сейчас продолжается Шеф отдела спорта, издательского дома Спортэкспресса Олег Шаманаев у нас в гостях Говорим мы сегодня в основном, да, практически, вот весь час посвящаем Олимпиаде, которая будет девять Кстати, Олег, вот о чем хотелось спросить Сегодня у нас шестое, то есть седьмое, восьмое и девятое, в пятницу, да, все будет у нас открытие? Да, церемония открытия Страшно спрашивать, но, по вашему мнению, как вы считаете, за эти оставшиеся два с половиной дня Могут ли нас ожидать какие-нибудь внезапные неприятные сюрпризы? Еще! Помимо всего того, что уже к нам прилетело? Ну, хуже, мне кажется, уже не будет, потому что хуже некуда, да То есть, у нас в нашей заявке 268 спортсменов И, скорее всего, они выступят, как бы тут вопросов нет Вот это вот, скорее всего, они насторожили сейчас Скорее всего, может быть, вероятно, если ничего не случится Хотелось бы быть, скорее всего, все-таки Да, 168, пардон Значит, но, возможно, будут хорошие новости Мы знаем, что сейчас будет рассматриваться дело в дело еще 32 российских спортсменов Которым тоже без объяснения причин отказали В том числе и наших звезд Биатлонист Шипулин, Лыжник Устюгов и так далее То есть, есть очень маленькая надежда, но она есть Что все-таки их допустят, и наша сборная усилится И справедливость восторженствует А смотрите, сейчас, Лера, извини, пожалуйста А это может уже произойти, когда Олимпиада стартовала? В Рио было так, да Что принимались решения прямо уже по ходу стартов И даже одного велосипедиста оправдали А он не успел на старт Потому что его, ну, физически он уже не успевал Мы сказали, парень, все, мы тебя допускаем Он говорит, а у меня велосипед там куда-то улетел И все, слушайте, мне кажется, иначе как издевательство Это вот назвать нельзя просто Ну, правда, на самом деле Слушайте, ну я хочу вот о хорошем поговорить А вообще, издательский дом Спортс Экспресс Он вот ведь как-то масштабно участвует в Олимпиаде У вас там огромное количество людей уже туда полетело Ну, огромное, это громко сказано, наверное Но все-таки у нас, да, самая большая бригада Из пишущих СМИ, из бумажной прессы У нас два человека уже там работают Вот с утра сегодня с ними я воевал И потом, еще завтра улетают еще 4 человека То есть будет 6 человек в полном объеме И у нас на сайте, и в газете Будет посвящена практически там вся газета 16 страниц Олимпиаде Но есть ведь нюанс, да, что совершенно неудобное корейское время Для тех, кто живет по-московскому Не, ну я бы сказал, что в Рио было более неудобно Там все-таки мы для газеты, мы успеваем раньше То есть они заканчивают типа в 5 часов вечера По Москве, для газеты это удобно Но вставать, конечно, там в 4 часа утра, вот как сегодня А мы вас так понимаем? Немножко жестко Ну то есть лично для вас и для ваших коллег, конечно Начиная со следующей, вот с этой уже пятницы И там ближайшие две с половиной недели Жесткий будет режим Это будет время непростое Да, ну на Олимпиаде всегда так В общем, я там с 2000-х личного года с этим имею дело Ну да, нужно обходиться без допинга Но тяжело Короче, ну в конце концов раз в 4 года А, ну в 2, если считать летние зимы Раз в 2 года практически Ну и вот Сережа Ширин, собственно, воспользовался этой возможностью В группе ВКонтакте Он спрашивает, ну то есть он не спрашивает Он там мемасик прислал, но вопрос я трансформирую Правда ли, что нельзя российским болельщикам на трибуну проносить наш российский флаг? Что нужно как-то там шифроваться, нести флаг Сербии Потом его переворачивать Ну то есть всякие ходят сейчас мысли Нет, таких сложностей не нужно Флаг России на трибунах проносить можно Показывать можно Проблем нет Его нельзя только передавать спортсменам Вот спортсменам нужно бежать от флага как можно дальше Если они где-то рядом с флагом находятся То это уже повод для наказания То есть тут надо главное нашим болельщикам сказать Чтобы они не пробовали фотографироваться с нашими спортсменами и с флагом Иначе это чревато Слушайте, вот такая тоже очень скользкая и неоднозначная история Да ведь можно случайно просто Ну вот лыжник, грубо говоря, едет, проезжает мимо толпы Которая по бокам стоит там в метре буквально от лыжни И кто-то там вывесил флаг Ну это провокации, они будут А по поводу флага Валерия спросил Ну это вот шутка, которая уже бегает в интернете довольно давно У нас же с сербским флагом, да, те же самые цвета Только в обратном порядке практически Поэтому якобы можно его перевернуть Раз советский был и российский флаг Вот не надо, видишь, что советский Кутузыч выдает все Мы люди уже, Валерий, не молодые И помним еще те времена Слушайте, мы про футбол с вами все хотели поговорить Футбол так проскочил, да, мимо санкций Да, считается, что с футболом у нас все хорошо случилось Жеребьевка прошла Ну то есть все уже с местом ясно Стадионы все, как нам докладывают, готовы Все уже совсем практически 99% Но вы сказали, что и там вроде бы не все так просто С точки зрения турнира проблем нету Да, точно будут соревнования Точно будут матчи, согласно расписанию Но есть информация о том, что часть наших спортсменов Могут футболистов попасть под санкции Сейчас есть информация о том, что 19 человек под подозрением В том числе игроки сборной России Чем это закончится, непонятно Ну, изначально всегда кажется, что это полный бред Но потом вдруг выясняется, что... А потом появляется Макларен и все Да То есть я не исключаю того, что кто-то из наших футболистов Получит дисквалификацию накануне чемпионата мира Ну, а с другой стороны, смотрите, Олег Я вот насколько знаю, ведь FIFA особо к себе никого не пускает Да? Так как МОК это делает, допустим Да? К ним сложно Какое королевство само в себе, да? Скажем так, FIFA меньше зависит от американских спонсоров Да, да, да Поскольку мы все знаем, что в Америке футбол не очень популярен Но тем не менее, его тоже есть И в том числе глобальные мировые бренды Которые имеют главный штаб-квартиру США Но здесь я бы не хотел устраивать теорию заговоров Каких-то еще Но в принципе, да, понятно, что FIFA интересует прежде всего коммерческие интересы И оно меньше под ударом, чем МОК Но с другой стороны, мы все знаем, что свалили предыдущего главу FIFA В том числе по наводке американцев Эх! А Платине, если они путают? Нет, Платине это был глава UEFA Это тот случай, когда не нужно блеснуть своими знаниями Зато его зовут Мишель Я помню, как он играл в Валерии Да, да, да И Ленина молодым помню Алексей пишет Зачем вообще поехали, имеется в виду спортсмены наши Выступать под нейтральным флагом, это позор Забили бы на эту Олимпиаду Да, конечно Вот такой мнение, кстати, часто встречается достаточно Да, слышал, в принципе, можно разделить, скажем так, озабоченность Вот, но надо понимать, что бойкот в данной ситуации это тупик То есть это могло бы закрыть наш спорт вообще на долгие годы И поколение спортсменов мы уже вот одно, по сути, потеряли, да, из-за этих всех санкций Да, а следом идущие Ну, позиции обиженных, как говорят на обиженных, воду возят То есть, ну, это тупик Ну, кроме того, люди готовились с тюжением Но помимо этого, ты являешься профессиональным спортсменом И пик твоей карьеры, это Олимпиада, да? И вдруг ты просто туда не едешь Совершенно верно Владимир Владимирович, когда встречался с нашими спортсменами Он совершенно верно сказал, что иногда наши люди бывают жестоки в своих суждениях К сожалению, нельзя уберечь от этого спортсмена Наоборот, ребят, сейчас нашим спортсменам как никогда нужна наша поддержка И наша вера в то, что они там всех порвут Вот, Валерий, ты молодец, потому что у нас до конца эфира осталось буквально две минуточки Давайте как-то в позитив уйдем немножечко, да? Как наши всех порвут? Кто порвет, что на скорости? Чего нам ждать, да, от кого ждать и так далее Давайте об этом ищите Ну, я думаю, что обязательно должны быть медали в фигурном катании В частности, в женском одиночном Возможно, в командах Золото там должно быть точно Есть надежда на мужчин-саночников Там тоже два сильных парня выступают На хоккей Если хоккей выиграем, это будет праздник для всей страны А шансы очень большие? Шансы достаточно высокие Учитывая то, что там нет игроков НХЛ У нас очень сильная команда Ну вот, я думаю, что 3-4 золотых медали у нас должно быть Ну а дальше там как сложится На Олимпиадах бывают самые фантастические истории, неожиданности Иногда выиграют люди, которые раньше никогда не слышали Я надеюсь, что наши люди, которые туда поехали, спортсмены Соберутся, преподнесут нам приятные сюрпризы Алик, а биатлон, лыжи, коньки у нас как сейчас? С биатлоном не очень хорошо Там мы даже не можем собрать эстафетные команды Слишком мало людей запустили А по конькам вообще, по сути дела, едет один спортсмен Да ладно? Да, ну один спортсмен и еще несколько спортсменок То есть очень маленький состав Там тоже мы не можем участвовать в командных соревнованиях Там все плохо У нас есть одна девушка, которая претендует на медали на 3000 метров Вот и все Я что хотела сказать? Вот даже под нейтральным флагом выступят Но когда они приедут к нам сюда в Россию, мы встретим их как героев Мы-то знаем, что они наши Да, да, надо в это верить и болеть Ну что, будем прощаться на этом Олег, вам лично пожелаем и вашим коллегам тоже мужества Выдержки вот на ближайшие там три недели С запасом вот этих дней Нашим спортсменам пожелаем огромного успеха Верим вас, мы вас очень любим Давайте побеждайте, мы будем Мы и так вами горнимся Олег Шимонаев был у нас в гостях Спасибо еще раз приходить к нам, будем ждать всегда Спасибо Спасибо, друзья, всем счастливо Стране о спорте